Ко мне приехал смартфон, у которого в комплекте идет вентилятор. Он так нафарширован, что его надо охлаждать. Вы и сами о нем писали не раз в комментариях, хотели сделать на него обзор и тест. И, если честно, я и сам его ждал. Всем привет, это Droider, с вами Валерий Естешев. А прячется сам смартфон вот в таком вот чемодане. И поехали скорее его вскрывать. В общем, если вы думаете, что это просто муляж для красоты, какой-нибудь картонный, одноразовый, нет. Это самый настоящий чемодан. С ним можно поехать в отпуск, в командировку, на чемпионат по киберспорту, на комик-кон. И, если честно, даже курьер, видимо, вез мне его по земле. Вот колесики грязные. Вы уже поняли, вот тут есть логотип ROG Republic of Gamers, компании Asus, под бренд для игровых девайсов. Спасибо, Валя, что не поменял мне код. Так, придется поменять объектив, чтобы хоть что-то поместилось. И, помимо всего прочего, внутри лежит самый, что ни на есть, игровой смартфон Asus ROG Phone. Вот в такой коробочке он продается. И кроме дизайна и того, что это игровой смартфон, тут есть несколько действительно эксклюзивных фишек, которые не найти в другом. Это забегая вперед. Меня, к сожалению, лишили удовольствия отодрать пленочку. Но, скажу вам по секрету, такое устройство только одно в России. Именно в такой комплектации оно путешествует среди журналистов и блогеров. Зарядка в комплекте поддерживает Quick Charge 4.0. Обратите внимание, здесь уже сразу USB-C идет в самой зарядке. И, кроме того, когда вы заряжаете этой зарядкой смартфон, он меньше греется, чем грелся бы обычный смартфон, потому что часть элементов, которые греются, перенесены внутрь этого корпуса. И сразу хочу отметить, что провод USB-C идет в тканной оплетке. А вот и сам смартфон. Без лишней драмы и сразу быстро по спекам. Внутри стоит Qualcomm Snapdragon 845, но именно тут он может работать на повышенной частоте 2.96 ГГц. Чуть позже расскажу, как это все включается. 8 гигов оперативки, 128 или 512 гигабайт внутренней памяти и батарейка на 4000 мАч. Графика, кстати, стоит Adreno 630, тоже специально заточенная. Что это он так вшукнул? Это все замечательно. Топовая начинка, если еще учесть, что смартфон представили летом этого года, тогда это вообще был космос. Сейчас, в следующем году, конечно, уже будет использоваться новый Qualcomm, выполненный по 7-нанометровой технологии, но в любом случае, я думаю, железка еще даст прикурить несколько лет остальным девайсам, потому что здесь все очень хорошо продумано в плане производительности. Дизайн. Тут его много, он агрессивный, геймерский, с острыми углами и фирменными цветами Republic of Gamers. Кто придумал, что игровые устройства должны выглядеть именно так, производители или пользователи? Напишите об этом в комментариях, как вы думаете. Спереди у нас Gorilla Glass 6, сзади тоже Gorilla Glass. Сразу чувствую при нажатии какую-то приятную вибру, аналог Taptic Engine, видимо. И сразу же первый приятный момент, тут присутствует разъем Jack 3,5 мм. Это важно для геймеров, подключать большие наушники, но на самом деле, мне кажется, не только для них это важно. Почему два дополнительных разъема сделали внизу? Очень просто, для того, чтобы было удобнее играть на этом смартфоне при подключении к зарядке. А второй разъем используется для различных аксессуаров, о которых мы поговорим обязательно в этом видео чуть позже. По бокам у нас стереодинамики, есть защита от брызг, но она слабая, так что в баньке не поиграешь, с телефоном не покупаешься, но как бы он и не для этого создан. Тут имеется сенсор отпечатка пальцев, он необычный, формы вот тут расположен. Не сказал бы, что суперудобно до него дотягиваться, когда держишь смартфон вот так, но, наверное, удобно, когда дотягиваешься вот так. Ну, давайте сразу внесем мой палец. Пам. Пам. Ну, если попадать, вроде срабатывает, но как будто бы маленькая немножко площадь. Что у нас тут по софту? Стоит Android 8.1, жаль, что не девятка, но я думаю, со временем телефон обновится. Есть несколько интересных особенностей, кроме того, что все в таких вот темных тонах. Вот эта вот основная кнопочка, которой, наверное, чаще всего будут пользоваться геймеры. Нажимаем. Это называется игровой центр, и тут мы получаем сводку того, как ведет себя процессор, какая у него температура, на какой частоте работает. А нажимая вот этот вот режим X, мы как бы все это дело разгоняем, и, как видите, вот частота была у нас ниже, стала выше. Но в зависимости от того, для чего вы используете смартфон, она уже может меняться. Но в режиме X это как бы практически максимальная производительность. Ну и об экране стоит сказать отдельно, да, он не безрамочный, 6 дюймов, зато без челки, и еще к тому же у него частота развертки 90 Гц. Если сравнивать с другими устройствами, которые есть на рынке, только у Razer Phone больше, это 120 Гц, либо уже у планшетов iPad Pro. Дальше еще интереснее. Время отклика 1 миллисекунда. Обычно бывает около 15. И я не помню, когда мне хоть раз говорили о времени отклика экрана смартфона. Да, этим меряются игровые моники, и опять же, это важно в мобильном гейминге, видимо. Любая, даже маленькая деталь, может дать преимущество игроку. А мобильный гейминг и мобильный киберспорт сейчас только набирают свои обороты. Что касается работы основной системы из коробки, все шустренько. Кроме того, ощущается такая плавность при прокрутке. Видимо, эти 90 Гц все-таки как-то отрабатывают. Не знаю, постоянно ли они работают. Может быть, иногда включаются, иногда выключаются, в зависимости от различных режимов. Но как-то все приятно. В прошлых видео я читал ваши комментарии на мои высказывания, что мобильный гейминг это пока еще не киберспорт. Исправляюсь, оказывается, действительно уже на мобилках играют и устраивают чемпионаты. Далее про экран. Он поддерживает Mobile HDR, Gaming HDR, разрешение 2096 на 1080 пикселей. Ну, а некоторые фишки просто больше ради понтов. Например, светящийся RGB логотип сзади. Крут, конечно, но если хочется сэкономить батарейку, можно его отрубить. Есть еще виброотклик, о котором я уже не раз упоминал. Наподобие того же Taptic Engine, либо наподобие той же технологии, что используется в смартфонах Sony. То есть, во время просмотра фильмов, во время игры тоже эта отдача работает. Не сказать, что это необходимая штука, но приятно, что она есть. Еще одна особенность, которую мы уже видели на смартфонах HTC, это чувствительные грани. Но здесь они используются не только для управления системой, хотя, в принципе, это тоже возможно. Например, вот так мы можем делать назад или поставить какое-то другое действие. А когда долго держим, включать режим X. О, даже бэкграунд меняется. Класс, вот это мне понравилось. Вот из-за таких мелочей хочется уже любить этот смартфон. В общем, основное назначение этих сенсорных граней, это так называемые Air Trigger. Вот даже тут такие символы у нас нарисованы. И когда вы играете, вы можете использовать грани как курки. Чуть позже мы это попробуем. При нажатии они должны срабатывать, чтобы вот эти пальцы не бездействовали. Этими управляете, а курками стреляете, например. Ну а чтобы прочувствовать всю мощу как следует, пригодится вот этот аксессуар. Это как раз-таки выностор вентилятор, который идет в стандартной комплектации. Он подключается снизу вот таким вот образом. И сейчас смартфон должен работать аж на 40% быстрее. В режиме X бах, и еще частота у нас подскочила. Но опять же, сейчас он не нагружен. Скорость вентилятора можно менять, поставить на авто или отключить. И вручную, вручную, давайте-ка, вручную прибавить. Специально для вас поднесся вентилятор к микрофону. Вот так он шумит. Также на этом аксессуаре имеется выносной разъем джек и USB-C для зарядки. Также эмблемка подсвечивается, потому что основная закрыта, она тоже светится. Но все это как бы перенесли, чтобы пользователь ничего не потерял, когда подключит вот эту штуку. Пора наконец-то посмотреть, что же скрывается в других коробках. А далее мы будем делать с этим смартфоном то, чего не делали ни с одним смартфоном ранее. Вот такая вот коробочка с проводочком. Переходник. Супер универсальный. Есть даже LAN-порт. Кроме этого, два USB-3 порта. HDMI и USB-C. Соответственно, можно использовать для зарядки. Эта штука подойдет не только для смартфона, но и для ноутбуков с USB-C. И я бы был рад, если бы такую штуку клали к макбукам в комплект. Второй аксессуар. Супер навороченная док-станция. Я таких еще не встречал. Сколько тут всего. Это просто как будто бы отдельное устройство. Подключается смартфон сюда. Вот таким вот образом. И здесь у нас уже 4 порта USB-3. USB-C. Это у нас DisplayPort, HDMI. Наушники. Есть даже отдельный разъем для микрофона. То есть, для стриминга эта штука заточена. И сбоку еще один DisplayPort. Один из разновидностей microUSB, который был длинный. И разъем для карт памяти. В общем, все, что нужно есть. Внутри еще, я так понимаю, вентилятор запрятан. И сразу же первый игровой тест. Подключим к этому смартфону мышку и клавиатуру. Что ж, поехали, друзья. Сейчас проверим, работает ли мыши клавиатура, которую я только что подключил. Подключил все проводами. Специально, чтобы все проверить. О, мышка появилась. Роликом можно перемещаться по окнам многозадачности. Что будет, если нажать на пуск? О! Здравствуйте, Валерий, я ваш ассистент. Притом звук идет из монитора. То есть, по HDMI с этой док-станции звук тоже передается. Сейчас я только что запустил первую в своей жизни игру, в которую я буду играть с помощью мышки и клавиатуры на смартфоне. Забыл рассказать вам про одну интересную утилитку. Вот если сбоку выдвинуть у смартфона вот эту панельку, и тут уже можно настраивать, как будут работать air-триггеры у телефона. Настраивать какие-то клавиши, какие-то макросы. Можно записывать геймплей. Ну, в общем, такие очень удобные геймерские штуки. Они всегда под рукой. Ну, именно в эту игру не очень удобно играть на мышке и клавиатуре. Удобнее тапать вот по экрану. Да что это такое? Сейчас мы вот с помощью этой штуки настроим, какие клавиши будут соответствовать тому, что происходит. Класс! Все работает! Ну-ка, попробуем боднуть. Угар! Боднем вот эту машину. Ой, ее она взорвалась. Можно таскать человека языком. Это прекрасно. Попробуем PUBG. То, для чего этот телефон создан. Ну, в том числе и, конечно, для Fortnite. Но, тем не менее. Качество можно выбрать. Ставим, конечно же, высокое. А, ну вот, кстати, ходьба уже работает. Блин, вот мы сталкиваемся с несколькими проблемами, которые мешают нам нормально играть. Потому что слишком много надо клавиш назначить и подготовиться. Блин, вот мы не можем на этом уазике уехать от этого козла. Мы же союзники. Мы союзники? А, нет, мы не союзники. Короче, я его убил. Короче, я разобрался. Сейчас меня убьют, конечно же, когда я разобрался. 10 патронов. Еще мы можем десятерых убить, как минимум. Нас ждут увлекательные приключения. Какой-то мазилу, судя по тому, что я жив. Так, ладно, сейчас меня убьют, видимо. Не, все-таки я вот не большой фанат Королевской битвы пока что. Хотя, конечно, в этом что-то есть. Ну и ладно. На самом деле у меня лежит вот такая коробочка PUBG для PlayStation. И скоро я запущу и научусь нормально в нее играть. А телефончик-то тепленький стал после этой игры. Но не сказать, что горячий. Ну что ж, не такой уж и горячий. Где-то минут 20 я играл, наверное, в PUBG. И он нагрелся до 41 градусов. Следующая коробочка. Designed for Rock Phone. Это, как вы поняли по картинке, геймпэд. При этом его не надо заряжать. Он подрубается через разъемы, а не по Bluetooth, как многие. Получается подобие Nintendo Switch. Правда, вот игр столько не завезли, как там есть. В общем, я имею в виду какие-то действительно крупные, крутые игры. Я очень надеюсь, что все-таки это случится в следующем году. И даже если по консольным ценам мне привезут туда GTA Diablo Skyrim. Я не знаю. Напишите в комментариях, чего вам больше всего бы хотелось, чтобы завезли на смартфоны. У меня лично есть своя маленькая мечта. Я хочу, чтобы инди-разработчики наконец-то обратили внимание именно на мобильный гейминг. Потому что если хотя бы 10% игр с того же Steam перекочуют на мобилки, это будет просто праздник какой-то. Еще и, конечно, за Destiny на мобилках. Но этого мне придется ждать и мечтать еще долго, я думаю. Даже Siri почему-то решила вставить свое слово. Теперь внимание. Если вы совсем отбитый геймер и монитора с мышкой клавы вам мало, можно подрубить вот эту штуку к телеку. И при том без проводов с помощью вот этого девайса. Это Wi-Fi приемник. Называется Asus Y-Geek Display Dock. По сути, это Wi-Fi-передатчик, который работает по новому стандарту 802.11AD. Скорость до 4,6 гигабита в секунду. И главное, маленькая задержка. Быстренько пробежимся по разъемам HDMI, обычный USB и питание. Ну и, собственно, включение-выключение кнопочка. Вот никогда не задумывался, как будет выглядеть мобильный PUBG или Fortnite или Asphalt 9 на моем телеке на 65 дюймов. Возможно ли вообще играть? Или пиксели будут размером с кулак? Я подключил Wi-Geek Display Dock по HDMI к телевизору. И сейчас попробуем вывести на него картинку со смартфона. Так, давайте разбираться, как это у нас делается. Вроде все должно быть просто. И вот тут где-то должен быть режим, который выводит картинку на док-станцию Wi-Geek. Все, картинка вывелась. О, посмотрите, какая задержка. Действительно, похоже, не врали для сигнала по Wi-Fi. Очень даже. Звук тоже выводится на телек. Прикольно, на смартфоне мы видим карту, а здесь у нас идет сама игра. Но это совершенно другие ощущения, конечно. Это вам не на смартфончике играть. Фортнайтушка. Где ты? Где ты, дорогой? Кстати говоря, когда геймпад стоит, уже вентилятор не поставишь. Тут закрывается вот это вот все. Это, конечно, обидно. Не продумали. Это, кстати, бета-версия Fortnite для Android. Ее можно получить прямо на сайте. Надо сказать, что графика лучше смотрелась в асфальте, чем в фортнайте. Но и тут тоже неплохо. По поводу задержки хочется сказать, что все-таки, конечно же, она есть по Wi-Fi. Но она не такая критичная. Как если бы вы играли просто через, там, Apple-ский AirPlay, через обычный Wi-Fi или Google. Почему они все с оружием и с киркой? Все-таки подлагивает он через этот интерфейс. Притом на смартфоне на самом все нормально. И вот такая температура после игры в Fortnite. 44 градуса. В общем, тот же новомодный стандарт Wi-Fi поддерживает и сам ROG Phone. Правда, на небольших расстояниях. То есть в пределах видимости телевизора все должно нормально работать. Вне зависимости от размеров вашей комнаты. Если она прям не совсем стадион. Нет возможности проверить издалека. Квартир не позволяет. Но, мне кажется, это излишне. Предпоследняя коробочка осталась. И это самый фриковый аксессуар. Как я понял, сделан он в основном для стримеров. Даже не знаю, как это назвать. Внутрь встроен аккумулятор на 6000 мАч. Кнопки, курки, несколько портов. Включая порт для карты памяти и USB Type-C. Ну, джек для наушников тоже присутствует. Тут у нас скрывается вентилятор, к чему мы, наверное, уже привыкли. И, внимание, второй экран. Такой же, как и первый. Вот прям вот один в один. Вставляете сюда смартфон. Включаете нижний экран. В общем, тут мы имеем два совершенно аналогичных интерфейса. Сверху мы можем запустить что угодно. Будь это мессенджер, будь это галерея. Или ролик из YouTube. Но, скорее всего, наверное, предназначено для того, чтобы запускать здесь Twitch с чатом. И можно было транслировать ваш геймплей. И одновременно читать чат. Или даже отвечать иногда на какие-то сообщения. А внизу у вас уже обычный игровой процесс. Можно использовать отдельно курки. А управление осуществляется уже пальцами по экрану. Притом, вот эту штуку отдельно нельзя вытащить. Это не еще один смартфон. Не радуйтесь, хоть он и похож. В общем, предлагаю так. Придумать самим в комментариях применение вот такой концепции устройства. Не пишите, что это Nintendo DS. Тут нет игр от Nintendo DS. Но, тем не менее, можно запустить, например, камеру на втором экране. И видеть, что происходит спереди. И шагать по улице. Это, кстати, неплохой кейс. Чтобы не упасть и не врезаться куда-нибудь. И у меня несколько случаев было, когда я в метро, например, в столб врезался, когда я играл на телефоне. Это очень неприятно. В общем, осталась последняя корабулечка. И вместе с ней проведем небольшой тест камеры. Все-таки это смартфон. Хоть он и игровой, но у него есть сдвоенный модуль камеры. И он умеет фотографировать. Ой! Весь чехол развалился. Он составной. Надевается вот таким вот хитрым образом. Жалко, что его не сделали из металла. Как-то я не так все это делаю. И да, это тот случай, когда чехол не портит внешний вид смартфона. А делают его еще более брутальным. И, опять же, игровым. Так, смотрим на камеру. В принципе, неплохая детализация. Получилось такое достаточно естественное боке. Это оптическое боке. Это у нас широкоугольная камера. Здесь непонятно, что в фокусе. Почему-то планшет на фоне у нас в фокусе. Ну, в целом, как бы, фотка как фотка. Ничего особенного. Это у нас уже при худшем освещении. Опять же, широкоугольная камера не навелась так близко. Либо она вообще без автофокуса. И при плохом освещении основная камера, в принципе, справилась неплохо. Дальше. Режим портрета на основную камеру. Как он меня вырезал. Вполне себе. Вот эта грань мне, правда, не очень нравится. Но, в принципе, алгоритм справился неплохо. Это у нас просто фронталочка. Я намеренно не говорю с пики камеры. Вы можете посмотреть их. Это все-таки смартфон не про камеры. И поэтому тут буквально беглый такой тест. Это с режимом, опять же, искусственного боке я сфотографировал люстру. Получилось, по-моему, неплохо. Ну, есть, конечно, пересветы по самим лампочкам. Но можно было это подкорректировать на ручном режиме. Это череп камеры Симпсоны. Дальше у нас идет пара фотографий вечерней Москвы, спального района. Ну, тут, конечно, про качество ничего хорошего я сказать не могу. Да, достаточно темно было. Но, как бы, никакого ночного режима тут специального нет, чтобы сделать это красиво. Широкоугольная камера справилась еще хуже. Давно не было такого количества коробок и такой массивной распаковки. Но пришло время подвести итог. Первое, что стоит отметить. Цена 69 тысяч рублей официальной. Точнее, даже 69,99. То есть, практически 70. На маркете можно найти чуть подешевле. 65, 62. Но стоит обращать внимание, чтобы телефон был сертифицированным. Да, я понимаю, с одной стороны дорого. С другой стороны, я еще не видел такого нафаршированного разными функциями и железом девайса. Во всяком случае, последнее время. Ну и, кроме того, устройство не массовое, а рассчитанное на профессионалов. По сути, это профессиональный инструмент для мобильных геймеров. И, опять же, это тоже означает, что цена может быть выше только за счет этого. В любом случае, я считаю, что Asus большие молодцы. У них хватило смелости сделать настолько интересный девайс. И это действительно геймерский смартфон. Его не стыдно так называть. И, кроме того, если вы захотите взять этот телефон просто как основной телефон и не для игр, это тоже неплохо. Потому что, в принципе, все в нем очень даже хорошо. Не считая, наверное, камеры. Это основная слабая точка смартфона. И снимает он хоть и хорошо, но не дотягивает до текущих камерафонов, которые есть на рынке. Ну и на этом все. Спасибо большое за просмотр. Это Дроидер. С вами был Валерий Истишев. Ставьте лайк, если вам понравилось. А у меня в руках был Asus Rock Phone. И еще разочек красивая анимация бэкграунда. Режим X. И обратно. Моя любимая фича. Обязательно пишите ваше мнение в комментариях, как вам устройство, какие из аксессуаров вам показались наиболее полезными. И, как я уже говорил, пишите какие-то необычные применения для вот той вот двухэкранной штуки. До встречи в будущем. Так. Почему назад-то? Ага. Ой-ой-ой-ёшки. Так себе из меня козел.